Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня я вам расскажу, как мы рекомендуем высаживать наши вегетирующие саженцы. Сначала, что такое вегетирующие саженцы? Это саженцы, выращенные этой весной из черенков. Когда мы их высаживаем? Когда земля прогреется выше 10 градусов. В наших условиях это, как правило, 3 декада мая. И сразу прошу прощения немножко за звук видео. Вторую часть я снимала без оператора, поэтому не использовала внешний микрофон. И звук может быть чуть хуже. Это наш вегетирующий саженец. Он в пакетике. Что мы делаем? Конечно, первоначально мы готовим яму. Сантиметров 80, можно даже до метра. Эту яму мы заправляем. Можно на дно укладывать старые доски. Можно, если почвы плохие, можно почву полностью менять. То есть, глинистый тяжелый дренаж. В нашем случае мы просто добавляем компост приблизительно четверть. То есть, в зависимости от почвы, вы ориентируетесь. Что мы туда добавим? Помните, что чем лучше вы сделаете яму, тем вам будет проще первые годы. И тем растением будет легче развиваться. Глубина посадки. У нас в саженце есть место, откуда отрастают корни. Это называется пятка. Приблизительно в пакетике это уровень середины. И вот эта вот середина, вот эта самая пятка должна быть на глубине 25-30 сантиметров. Я рассказываю про наши условия, условия Беларуси. При этом, если почвы легкие и песчаные, можно садить чуть глубже. Если почвы тяжелые, глинистые, мы садим чуть выше. Вплоть до того, что если совсем тяжелые, глинистые почвы, то можно даже садить сантиметров 20. Этого будет достаточно. Дальше еще один важный момент. Вот у нас есть зеленый побег. У меня он низко расположен, он мог быть вот здесь. Идти из верхней почки. Чтобы нам подстраховаться, очень хорошо, если этот побег на пару почек в итоге окажется под землей. Смотрите, укладываю лопату. Фактически вот я его вертикально выставляю. У меня получается одна, две, почти три почечки. То есть все получается идеально. Если, допустим, была бы сверху, можно чуть-чуть вот так вот в ямке саженист наклонить. То есть наша задача, чтобы немножко зеленки попало под землю, это наша подстраховка. Дальше я пока саженец достану. Достану он у нас в пакетике, напомню, вегетирующий. Сейчас наша задача пересадить его с минимальной травматизацией корней. Значит, я разрезаю донышко пакетиком. Готово. Теперь ставлю зеленку так, как мне надо. То есть надо наклоняю. Не надо, не наклоняю. Ну, понятно, что побег мы располагаем. У меня ряд идет вот в этом направлении. То есть побег не в сторону идет, а побег идет вдоль ряда. Ну, я думаю, что здесь все легко. И немножко присыпаю зеленку. Низ не присыпаю, а в стороночках. Так мне будет легче закапываться. И доставать все это. То есть делаем такую подложечку. Так, видите, я чуть-чуть наклонила. Ну, я хочу, чтобы чуть-чуть больше почечек попало. Вот, фактически он у нас стал. Теперь я разрезаю пакетик. Нажим. Прекрасно у меня рвется. Пакетик я разрезала. Там у нас красивенькие беленькие корешки. И теперь я очень аккуратненько его достаю. Пытаюсь сохранить вот эту всю конструкцию. Так, и теперь аккуратненько засыпаю земелькой. До зеленого побега мы засыпаем. Так, теперь нам немножко надо утоптать, потому что земля просядет. Здесь я уже, чтобы не повредить побег. Ручками это делаю. И проливаю водой. Когда вода впитается, при необходимости мы можем еще немножко подсыпать. Подсыпаем пока что до зеленого побега. Все, водичка впиталась. Немножечку можно еще подсыпать. И пока что оставляем так. Потом по осени мы эту ямку полностью выравниваем, чтобы все было в ровной земле. Пока что можно поставить таким образом. И еще один очень важный момент. Не важно какой сажениц вы садите. Закаленный, не закаленный. Мы ставим дужки. И на две недели прикрываем спамбондом. С одной стороны, мы защищаем наш молодой нежный саженец от солнца. То есть можно даже саженцы не закаливать. Либо вам продавец говорит, что саженцы закаленные. Но никто не может на 100% быть уверенным, что они выдержат все погодные условия. Сегодня мы садим. Одна погода. Завтра погода меняется. Лучше подстраховаться. Ветер. Не дай бог град. Какие-то там животные решат полюбопытствовать, что у вас растет. А так вы на две недельки прикрыли. Создали там микроклимат. Саженцу будет хорошо, комфортно и легче адаптироваться. Прикрываем. Ну и уже дальше чем угодно. Можно земелькой тут подсыпать этот спамбонд. Можно камушками. Чем угодно. Если спамбонд тонкий, мы укладываем два слой и через неделю один можно снять. Если спамбонд плотный, то на две недели так и оставляем. Еще один важный момент. Если на вашем участке обитают вот такие звери, вы находите их в почве при перекопке, то знайте, личинка майского жука и она очень опасна для молодых, не открепших корешков винограда. Поэтому в яму, в которой мы высаживаем виноград, необходимо добавить какое-то средство от хруща. Какое? Какое найдете в магазине. Я использовала вот это. На дачном участке в песках у нас таких зверей не водится, либо водится крайне мало, но здесь их достаточно много. Поэтому лучше себя подстраховать. Через две недели укрытие уже можно снимать, но если стоят какие-то неблагоприятные холодные погоды, дуют сильные ветра, в таком случае можете подержать и подольше. Но я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!